Всем здравствуйте! Я действительно преподаю в политехе примерно вот такие штуки. И вот эти штуки могут быть интересными и веселыми, если на них посмотреть несколько с другой точки зрения. А именно если с помощью них создавать некие художественные объекты, которые могут интерактивным образом, то есть образом взаимодействия с человеком, с пользователем, плетать, соударяться, взаимодействовать друг с другом, с мыслями, может быть, уходить в какие-то, не знаю, философские вещи, тогда все это программирование выглядит гораздо интересней. И уже давным-давно, не вспомню когда, но был придуман такой термин, как арт-кодинг или программирование для креатива, а не для решения какой-то функциональной задачи. Хотя, с другой стороны, креатив – это та же функциональная задача, которую просто надо решить. Сейчас как раз перед вами крутятся-вертятся частички в трехмерном пространстве, так называемые полигоны. Все это сделано в том же процессинге. Собственно, пару слов о нем. Процессинг – это язык программирования. Ребята, как я помню, создали его из Массачусетского технологического университета, если я не ошибаюсь. Поправьте, если я не прав. Ну и его плюс в том, что он создан был не для программистов. Хотя не он один создавался как язык программирования для непрограммистов, но тем не менее у него задачка была именно решать художественные задачки. Графические, задачи генеративной графики и задачи визуализации данных. Сейчас модное слово «инфографика». Вот как раз для инфографики он тоже активно используется, поскольку с ним довольно просто решить те или иные, собственно, задачи. Итак, мы периодически будем возвращаться к этому проекту. Собственно, это проект Visual Tools. Здесь можно посмотреть наши работы, не только системы частиц, но и другие. Итак, тема у нас заявлена «Процессинг на ночь глядя. Система частиц версия 0.1». Почему версия? Потому что я не предполагаю, что тот материал, который у нас сегодня запланирован, это идеальный и конечный вариант. Скорее всего, он будет развиваться, трансформироваться, улучшаться, дополняться, в том числе с помощью вас. Поэтому версии будут периодически меняться. Ну, я так, во всяком случае, планирую. Собственно, те, кто что-то прослушал или, наоборот, что-то услышал интересное, но по ряду причин не смог захватить самую суть, всегда могут вернуться вот на этот ресурс – betaflyingfrog.ru, найти этот курс с названием «Процессинг на ночь глядя», постучаться. И, собственно, я вас приглашу как студентов, вам будут доступны все материалы. И проекты для скачивания и запуска, и ссылки на тоже Vimeo с видеоматериалами, объяснения какие-то, а главное, есть возможность комментировать. Например, если мы зайдем… Здесь порядок, правда, снизу вверх, но это, может, мы исправим. Если мы зайдем в самое первое, да, установка окружения для кодинга, собственно, здесь вас посылают на Vimeo-туториал, как установить процессинг, установить его вместе с NetBeans, платформой, в которой мы будем работать, ну и, собственно, как установить Java Development Kit, текущую версию «семерку». Все там сделано, я специально для вас сделал это видео. Оно мое, оно не чье-то там, специально для вас сделано. Если вам что-то в этой лекции понравилось или не понравилось, или есть что сказать, у вас есть всегда возможность комментировать. Было бы здорово, если бы здесь появлялись ваши комментарии. Есть ли на вот этот момент какие-то вопросы? Прекрасно. Это хорошо, когда вопросов нет. Значит, никому ни черта не интересно, да? Итак, систему частиц, которую мы только что с вами смотрели, можно представить схематично, например, в виде такой незатейливой картинки. Повторюсь, мы будем работать над 2D системой частиц, но все наши рассуждения могут спокойно использоваться для 3D-пространства. Собственно, мы ставим перед собой цель, которую мы хотим достичь. Это создать интерактивную инсталляцию, в которой бы двигались частицы и взаимодействовали с пользователем. Что такое инсталляция, чем она отличается от обычной программы, как вы думаете? То есть с Windows вы не взаимодействуете, поэтому Windows не программа, да? Какие-нибудь идеи, чем отличается просто программа, обычная, десктопная или мобильная, от инсталляции? Можно, конечно, посмотреть в Википедии, но я думаю, отличается пафосом, потому что по факту это одно и то же. Так же, как и с программой, может работать несколько человек. Вначале один поиграл в игрушку, потом сел, второй поиграл в игрушку, потом третий, или все вместе зарубились в Counter-Strike. Здесь то же самое. Только чаще всего это крутится на какой-то плазме, или на каком-то проекторе, или на каком-то интерактивном столе, или вообще в каком-нибудь странном месте. Вылечить, еще увеличить. Ну, вот так. Да? Окей. Собственно, в нашем с вами случае, если мы все-таки успеем добраться до какого-то уже конечного этапа, в чем я очень сомневаюсь, потому что времени у нас очень мало, рассказать нужно много, и я не совсем понимаю, кто владеет информационными технологиями. Но так или иначе, взаимодействие, которое мы предполагаем, это взаимодействие самое простое, но в данном случае я взаимодействую с инсталляцией с помощью курсора мышки. Наша с вами система частиц будет также реагировать на курсор мышки. Интерес в том, что если мы курсор мышки привязываем к какому-то необычному гаджету или манипулятору, если мы курсор мышки привяжем, например, к какому-нибудь Sony Move или Microsoft Move, вот эти вот контроллеры, которые бесконтактным образом вроде как взаимодействуют с инсталляцией. И одно из самых доступных вещей, которые может каждый из вас взять, уже использовать, и не нужно идти в магазин, это поставить такой удаленный контроль над своим компьютером с мобильного телефона. И по ощущениям, да, вот по, может быть, тому аспекту, по которому отличается инсталляция от обычной программы, это то, что нужно. Поэтому, забегая далеко вперед, если вы на Android поставите программу Remove Droid, то можно без мышки управлять компьютером. Или так, тайно управлять вашей инсталляцией, вроде как, находясь далеко от обычного компьютера. Ничего для этого не нужно, никаких вещей. Если у вас есть iPhone, то такая же софтина есть под iPhone. Какие у нас есть задачки? У нас есть задачи, собственно... Так, так, так. У нас задача есть создать саму систему частиц и разработать вот это вот человеко-компьютерное взаимодействие. Да, самое простое. Мы разобрались, разобрались с человеко-компьютерным взаимодействием. Осталось самое сложное – это разработать саму систему. Почему я говорю, использую слово «система», потому что, собственно, у нас в окошке, которое мы видели с вами, оно как бы есть само окно. в нем есть какой-то фон и на нем есть какие-то шарики. Я думаю, это все довольно понятно и максимально просто. Вот количество этих частиц и их какая-то смышленность, их управление, их движение, их отрисовка, вообще их бытие – вот это все называется системой частиц. Очевидно, под словом «система» есть как некая структура, которая управляет этими шариками, и нам нужно эту структуру будет сделать. Эта структура не статическая, она динамическая, поэтому с каждым следующим, ну, в данном случае, кадром, если делать аналогию с видео, или с каждым следующим моментом времени, положение этих частей сменяется. То есть, меняется координата x, y в двухмерной плоскости. Все довольно просто и понятно. Уберем нашего человека в сторону и приблизимся к нашей системе частиц. Это что? Да, это частица, одна из многих. Более того, она отрисованная на экране. Вот она сейчас отрисована, но она не двигается, потому что это некий слепок системы в единицу времени. Это что такое? Да, это некая визуализация направления движения или траектории, потому что это не просто вектор какой-то прямой, что он двигается куда-то туда, а она именно вот туда, это некий такой след ее будущего, скажем так. Причем у одной частицы он может быть такой, у другой частицы он может быть такой. И, собственно, если кто-то знаком с биологией, то это очень похоже на всякий микромир, назовем это так. Ну и, собственно, весь этот микромир происходит в каком-то поле для отрисовки. Ну, в данном случае это window или просто окошко для отрисовки. На данном этапе есть какие-нибудь вопросы? Нет. Круто, замечательно. Тогда скажите мне, пожалуйста... Сейчас, я должен что-нибудь тогда спросить, интересно, если всем все понятно. Говоря о вот этих частичках, мы с вами употребляем одно слово «частица», правильно? Одно направление движения, а это совсем другое направление движения. Что мы можем по этому поводу сказать? Это первый вопрос. И, собственно, тот же самый вопрос. Размеры частиц одинаковые? Не факт. Не факт. Замечательно. Цвет? Не факт. Не факт. Каждая из них обладает произвольным набором свойств. Во, замечательно. То есть набор свойств у каждой частицы, скорее всего, какой? Свой индивидуальный. Нет, набор. Набор свойств. Мы только что сказали, форма, направление движения, цвет. Набор установленный. Набор установленный. Абсолютно верно. Да. А кем он установленный? Нам. Господом богом, правильно. Программист является богом для своей программы. Замечательно. А вот значения этих свойств, они как раз разные. И кто управляет этим значением? Ну, помимо программиста. Возможно, пользователь, если дать ему такую возможность. Ну, если бы пользователь напрямую менял бы пиксели, вот местами прям лес бы и менял, было бы тяжело. Он посредством чего-то все равно управляет, да? Тут посредством чего мы будем управлять частицами? Каких-то заранее описанных функций просудов. Ну, я только что называл эту штуковину. Ну, система частиц. То есть я хочу до вас донести, что сущность системы частиц, или штуковина системы частиц, и одна частица, да, вот их совокупность, что это как бы разные вещи. Что это не просто какой-то бездумный массив частиц, а все-таки это некая умная структура, которая позволяет работать с этими частицами. Очевидно, так же, как и у частиц, у этой структуры будет свой набор свойств. И эта структура в нашем случае будет в единственном числе. Но по большому счету, если мы копируем вот все это вместе взятое, то у нас и этих структур может быть довольно много, и это будет такая система-система частиц. Но мы пока занимаемся довольно простыми вещами, поэтому, несмотря на то, что это вещи простые, на что нужно обратить внимание? Из-за чего происходит взаимодействие? Вы просто спросили, мы сказали, что это не совсем так, и про другое начали говорить. Нет, я сказал, что вот именно посредством системы частиц происходит взаимодействие человека. Например, система частиц слушает курсор мышки. А вот она его услышала, что он там сместился. Конечно, сам курсор, инициацию его смещения вызвал пользователя, для этого мы говорим слово интерактивность. Да, и мы готовим какой-то фидбэк на это смещение мышки. Окей, при обсуждении всего этого мы с вами, в общем-то, ни слова не сказали ни о каких переменных, ни о каких типах данных, ни о каких функциях даже, в общем-то, сильно не говорили. Ни о каких вот этих вот программистских штуках не говорили. И в этом, собственно, и прелесть того момента, когда вы идею свою пытаетесь формализовать. То есть пытаетесь ее донести до других людей на каком-то понятном языке. То есть у вас в голове там буйство красок каких-то эмоций, да, вы это дело пытаетесь, ну, как минимум, рассказать кому-то, и чтобы он понял, нужно донести это в каких-то более сухих, что ли, словах. И все это называется, ну, опять-таки не совсем точно, но, на мой взгляд, довольно корректно, да, концептуальным проектированием. Да, вот мы разводим какой-то концепт здесь. И один из видов программирования, который как раз позволяет, это мы все обсудили, это вот мы с вами тоже все обсудили, который позволяет вот это концептуальное проектирование объектов реального мира именно с этой логики, с этой точки зрения практически безболезненно трансформировать в исходный код, это подход объектно-ориентированного программирования, давайте на него посмотрим. Те же две частички, мы только что с вами их обсудили, у них немножко разные размеры, здесь уже точно разный цвет, да. Движения здесь, в общем-то, нет, не показано, но есть какой-то набор свойств. В данном случае диаметр, хотя, в общем-то, это неровный круг, да, не то, что правильно, идеально круг. Есть какой-то цвет, в данном случае в системе RGB, не принципиально, есть координаты центра, x, y. Почему мы еще с вами находимся в хорошем положении? Потому что, ну, мы все сами творцы, и невозможно, на мой взгляд, все изначально заложить максимально полно вот на этом уровне. То есть, когда вы начнете программировать, когда вы получите первый результат, скорее всего, вы подумаете, ага, нужно в них еще добавить что-нибудь, нужно сделать, чтобы частица была вообще квадратной, нужно сделать, чтобы, ну, я не знаю, помимо одного центра у нее было еще несколько центров, чтобы это вообще было не один объект, а реально физически два объекта или три, и так далее, и так далее. Чтобы она еще, например, обладала каким-нибудь временем в жизни, чтобы там через 10 секунд она там умирала или растворялась. И, конечно, это невозможно предугадать, потому что мы говорим про арт-кодинг. Поэтому ничего страшного, начинаем с малого, просто определяем некую вот такую вот сущность под названием частичка. Здесь уже лучше использовать английские термины, чтобы ровно их набивать в исходном коде, чтобы не было проблем с переносом одного на другое. Частичка по-английски particle, здесь все довольно просто. И мы здесь уже перечисляем вот эти вот свойства ровно так же в столбик. На этом этапе можно уже думать о том типе данных, да, вот как раз приближаемся к сухому программированию. Но, в принципе, не обязательно, потому что это еще все 10 раз поменяется. Здесь можно просто оставить некий набор, что это будет в каком-то виде там диаметром, это будет в каком-то виде цветом, это будут там координаты mx, my. Вот этот квадратик называется сложным словом нотация класса. Класс это не от слова школы класс, а от слова классификация. То есть мы дали некую классификацию нашей частичке. Все частички будут с этим набором свойств, но у одной будет значение цвета одно, у другой другое. Сложно? Я думаю… Я говорю вообще нет. Че? Не сложно. Хорошо, чудесно. Что вы можете сказать про систему частиц в таком случае? Какие у нее будут свойства? Я сюда не вижу, там что-нибудь написано. Нет, тут я специально ничего не поднял, чтобы не просто прочитали с экрана, а подумали. Там просто поиски, может быть, любые. Да. Ну, в нашем случае мы говорим о системе частиц, которая управляет, ну, некоторым набором этих частиц. Количество частиц. Количество частиц. Замечательно. Но мы не управляем количеством частиц, мы управляем набором частиц. Логично? Значит, помимо количества… Ну, развивайте, развивайте свою тему. Правильно же начали. Но если проводить аналоги с обедной алексивом, прокоммирование должно быть? Ну, пока про свойства. Методы, конечно, будут, безусловно. Помимо количества частиц. Количество частиц – это цифра, да? 10, например, 20. А где сами частицы? В каком-то пространстве, которое имеет свои размеры. В том, где они находятся? Они являются свойством нашей системы частиц. Вот эти шарики. Все вместе. Если мы их будем перечислять в шарик 1, шарик 2, шарик 3, шарик 4, шарик 5, то, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому для этого используются некие структуры, которые позволяют их объединять в одну переменную, если можно так сказать. Да, это структуры вам известны, массивы. Или можно там и тематическую аналогию провести. Но, в общем, это не принципиально. Particle system. Действительно, у нас будет число частичек. То есть, правильно я понимаю, что свойством набора частиц является набор частиц? А вот здесь все-таки нужно отвлечься от мобильного телефона и послушать предыдущую часть. Мы с вами говорили, что есть отдельная сущность Particle и отдельная сущность системы частиц. Это две разные сущности. И, собственно, вот в классе Particle System у нас будет свойство под названием Particles. Одно из. Одно из, да, безусловно. Количество самих частиц. За пространство, за окошко у нас тоже должно что-то отвечать. За это у нас будет отвечать, скажем так, точка входа в программу, старт, и библиотека Processing, которую мы будем использовать именно как библиотеку, а не как язык программирования. Свойства. Мы вот сейчас с вами перечисляли диаметр, цвет, координаты, номер, количество, массив. Все это слова, относящиеся к какой части речи в русском языке? Существительные. В единственном или множественном числе, правильно, в разном. Вот все, что вы найдете из существительных, скорее всего, вероятнее всего, может лечь в основу свойств. А если вы найдете глаголы, то, скорее всего, это будет некая деятельностная сущность программирования. Она называется как раз методы, вы абсолютно правильно сказали. Какие у нас есть в системе частиц движения, вот глагольные вариации, там не только глаголы могут быть там. Создать, удалить. Передвинуть. Передвинуть, да, то есть вот все, что относится к движению самих частиц. То есть изменить координату х, изменить координату у. Замечательно. Что еще нам нужно сделать, помимо того, что поменять координату х, поменять координату у? Указать размер цвет. В идеале как раз пробежаться по тем свойствам, которые есть у частицы, наложить на это какую-то общую логику, если она есть. Опять-таки ее где-то надо хранить, эту общую логику. И поменять координаты. Но помимо того, что мы поменяли координаты, что еще надо? Нарисовать. Абсолютно верно. То есть как минимум у нас должно быть два метода. Метод апдейта, который мы говорили, который здесь, кстати, не написан. И метод draw, который должен их отрисовать. Метод апдейт как раз будет заниматься тем, что меняет те или иные значения. Это в простом первом приближении. Дальше вся эта структура может расширяться довольно сильно, и она у нас таки расширится. Но метод draw должен бежать по массиву этих частиц и отрисовывать их средствами библиотеки, в которой мы работаем. Если это OpenGL на OpenGL, если это процессинг какой-нибудь Java 2D, то, соответственно, Java 2D. Классно. В общем-то, с этого момента можно открывать надбинсы и программировать. Мы с вами разобрали все основные вещи систем частиц. На это у нас ушло полчаса. Есть ли вопросы? Так, замечательно. Ну, можно подискуссировать на эту тему, да. Ассемблера не будет, ничего страшного. Но, коль у нас называется заявленная тема «процессинг на ночь глядя», то, как минимум, будет использоваться нечто, связанное с процессингом. Бот. Я не знаю, что такое процессинг. Вот, замечательно. А это ответ на ваш вопрос. То есть те, кому понятно, кажется, что слишком затянуто в видение. А тем, кому непонятно, кажется наоборот. Вот, вот вам сейчас непонятно, что такое процессинг. А народ пришел, который знает, что такое процессинг. Вот и все. Итак, у нас там есть ссылка на Vimeo. И здесь вы можете скачать готовый проект с первым темплейтом для работы с процессингом. В общем-то, можно его... Сейчас. Коль я еще не со своего компа, поэтому... Здесь как раз говорится, как установить себе Яву, как установить NetBeans поверх этого всего процессинг и совместить все это друг с другом, но нам потребуется... Я думаю, всем будет полезно посмотреть следующую видяшку. Собственно, как только вы все это дело установили, у вас есть в NetBeans обычный Ява проект. Ничего нового. Причем, ну, классическая Ява SE, стандарт эдишн. По умолчанию, если вы поставите плагин, у вас есть уже темплейт. И вам нужно закинуть ваш проект в папочку библиотеки, непосредственно в библиотеку процессинга, а именно jar файла, который есть. Все это в туториале, в предыдущем есть, я специально на это время не трачу. Нажимаем на play и смотрим. В процессинге есть... Простите, пожалуйста, можно ли его увеличить? Еще увеличить. Сейчас попробуем. Неа. А нужен звук, чтобы увеличить? Не, просят увеличить картинку, а я ее уже не могу тут увеличить, да, уже никак. Думаю, никак. Но так как это видяшка, ее можно просто пустить будет отдельно. Ну, в смысле, там смонтировать как-то. Вариантов нет. У библиотеки процессинг или у языка процессинг мы будем использовать, в общем-то, несколько таких правил. И чтобы увидеть их работу, можно сделать следующее. Собственно, точка входа в программу у нас представляет из себя запуск библиотечного файла, а точнее создание хитрым образом объекта вот этого нашего класса. А по-другому не объяснить. То есть можно объяснить, но тогда нужно уйти совсем в дебри. Итак, создается объект класса main, который весь будем мы считать как точка входа, хотя это некорректно. И в нем есть два волшебных метода от библиотеки процессинг. Это метод setup и метод draw. Метод setup выполняется один раз. Он называется setup. Из этого понятно, что он выполняется до всех отрисовок, которые произойдут на экране. То есть все настройки, которые вам нужно сделать для вашего приложения, засовывайте в setup. А метод draw выполняется так быстро, то есть так часто, как может система ваша операционная. Можно, конечно, его попытаться вручную ограничить количеством фреймов в секунду отрисовки, но... Так, это ваш будет микрофон. Да, давайте. Микрофон. Микрофон не работает. Микрофон. Что работает? Слышали же меня? Черт возьми, что такое? Не работает микрофон. Итак, метод draw выполняется так быстро, как может. Как это проверить? Можно в каждый из методов засунуть вывод в консоль и посмотреть, когда этот вывод выполнится. Все очень просто. Вывод можно делать любыми способами, хоть способами процессинга, хоть способами классической явы. Вот, просьба работает. Пробуйте еще раз. Алло, работает. Да, замечательно. Итак, перед тем, как запустить программу, неплохо бы ее хотя бы один раз компилить, сделать clean and build и посмотреть, все ли в порядке. В output у вас появится build successful, значит все хорошо. Тут еще могут быть всякие варнинги, не обращайте внимания, главное, что в конце зеленый build successful. Здесь есть открыт для вас файловый менеджер, чтобы вы посмотрели структуру файловой программы. Но в данном случае она совсем простая, состоит из одного файла, ничего страшного здесь нет. Консоль можно почистить, если там страшные и пугающие вещи остались. Как я уже сказал, написать в трех методах системы от println и посмотреть, кто когда выполняется. Программа очень простая, зато на экране отрисовывается уже какая-то красота. И в общем-то это все сделано из 20 строчек кода, ну там 24. Вы можете видеть, что в output у нас надпись happens in the draw method, то есть выполняется метод draw постоянно, поэтому рисовалка и возможна. Сейчас-то все дорисуется, я закрою, и там будет уже попонятней. Красиво? Обалдеть, да? Собственно, по скроллингу вы видите, что количество этих вызовов довольно большое. Ну, в общем-то оно будет настолько большое, насколько будет время работы программы. Итак, первая строчка setup, несмотря на то, что у нас есть еще main. Потом у нас идет несколько вызовов метода draw, и только вот здесь, где, вот здесь, вызывается метод main, то есть вот этот. То есть вот про этот метод мы вообще забываем, мы его не трогаем. Потому что когда он тут выполняется и каким образом, нам понять сложно. На самом деле он действительно выполняется там в другом трейде, и время его выполнения, ну, нам вообще не нужно. Но то, что setup выполняется до любого вызова метода draw, это факт. Мы с этим должны дружить, это очень хорошо в процессинге сделано. Я думаю, здесь больше нечего комментировать. Идем дальше. Код, который только что выполнялся перед вами. Я сделал даже подсветку, да, она тут видна, все хорошо. Если мы будем его разбирать более детально, то мы точно не успеем все, но зато будет попонятней. Как вы хотите? Будем смотреть? Что такое size, background, smooth? Или догадаетесь, что size – это размеры окошка 500 на 500, что background – это, наверное, указание в градациях серого. Только скажите мне, пожалуйста, одну простую вещь. Собственно, а вот этот size – круглые скобки. Что это само по себе такое? Не в плане того, чего эта штука делает. А что это за штука значит? Massive с размерами по x и по y. Какие еще варианты? Ну, вызов функции. Вызов функции, массив. Вызов функции ближе. Смотрите, если у нас есть квадратные скобки, вот, например, здесь string, квадратная скобка 1, вторая, args. То вот квадратные скобки – это точно массив. То есть это практически в любом языке программирования. Ну, во многих. Если у нас есть круглые скобки, то в Java, в плюсах – это что-то, связанное с методом или функцией. Неизвестно что, но что-то с ней связано. Именно поэтому здесь вызов метода. А вот эта штука – объявление метода setup. А вот это мы его дергаем, вызываем. Где же он объявлен? Вот метод setup объявлен здесь. Мы можем его посмотреть. Если мы его вызовем, выполнится вот эта строчка, потом это, потом это, потом это. Мэджик. Нет, все очень просто. Это все в паплете, процессинг аплет. Это вот здесь. Мы его расширяем, этот класс. Если мы его откроем, там огромная простыня, сумасшедшая. И там вот эти все методы вот так вот объявлены. Только они как-то страшно реализованы. И мы не должны смотреть, как. В этом плюс объектно-ориентированном программировании. Мы должны знать, что это где-то там, и что это очень страшно. И все. В идеале мы можем залезть в документацию и почитать. Это вообще хорошо. Но не более того. Собственно, именно из документации можно это узнать. Но кто-нибудь из вас вообще смотрит инструкции по применению, нет? Да. Нет. Особенно, когда вы кейс что-нибудь покупаете. Смотрите, как это собрать? Нет. Нет. Я смотрю, как это должно выглядеть. Да. Нет. Классно. Классно. Я смотрю, как это выглядит. В итоге. Тупо на коробке написал. Че-че-че? А, он тебе свернулся. Круто. Мы открыли NetBeans. Если вы работаете на чужом NetBeans, и у вас вдруг исчезло окошко с проектом, которое только что слева было, его можно вызвать вот так. Window Projects. И вот оно, па-бам, появилось здесь. И вот оно, па-бам, появилось здесь. Навигатор нам не нужен в данном случае. У нас все довольно просто. Итак. Итак, если бы мы с вами работали в классическом редакторе процессинга, то действительно, кроме как пойти в документацию или купить книжку, книжки там, кстати, хорошие, доступные, очень понятные, но вариантов других нет. Если мы работаем в более профессиональном IDE, то у нас есть возможность нажать на волшебное сочетание клавиш и вызвать все то, что можно написать в том месте, где мигает курсор. И более того, получить документацию, если она есть. А если нет, там будет сказано, что документации нет. Что же можно здесь сделать? Что у нас там было? Сайз первая, да? Видите, он такой же умный, как Google. Как только мы набираем первые буквы, он фильтрует все, что можно сделать по первым буквам. И мы смотрим, что можно выбрать сайз с двумя аргументами. Очевидно, да, вот это та ситуация, когда у нас не найден Яводок, то есть нет документации. Но по названию аргументов можно догадаться, что W и H как-то связаны с шириной и высотой. Именно поэтому мы используем NetBeans, а не потому, что мы такие крутые. Вот просто потому, что просто. И логично. Главное, что можно перейти на любые другие редакторы и дальше разрабатывать чистые яви, используя не только библиотеку процессинг, а используя еще кучу других библиотек, необязательно подготовленных для этого языка. Так, это вот чудесная программка. Можно скачать готовый проект. Собственно, готовый проект, который можно скачать. Так, а он у меня, кстати, на моем компе. Их надо как-то будет сюда копернуть. Ну ладно, сейчас разберемся. Поставим какую-нибудь видяшку и копернем. Смотрите-ка, это что-то знакомое уже. Это что такое? Это результат нашего концептуального проектирования. Вы говорили, что получить его было не страшно. И всем понятно. Вот это название мы будем эксплуатировать нещадно и дальше. Во-первых, вот этот квадратик, как мы сказали, будет называться словом класс, поэтому мы должны написать класс. и использовать это название, которое мы придумали. Более того, мы еще должны использовать некое ключевое слово. В общем-то, это не шибко обязательно, но в данном случае лучше его использовать, потому что это правило явы. Ничего не поделаешь. Но слово паблик, оно говорит о том, что этот класс будет открытый и доступный для использования. Ну, в общем-то, хорошо. Ладно, пускай будет открытый и использованный. Мало того, мы должны вот эти строчки где-то писать в каком-то файле. Мы их будем писать в обычном текстовом файле, только разрешение у него, расширение у него будет точка ява. Так это обычный текст. Чтобы никого не запутать, имя файла будет соответствовать имени открытого класса. Логика ясна. Вот, кстати, этот файлик, он реально файл. Он не то, что в проекте. Он реально в файловой системе, так и называется. А если несколько классов в одном файле? Если несколько классов в одном файле, то там может быть разные ситуации. Например, если мы класс пишем вот в 15-й строчке, еще один решили объявить, тогда нам NetBeans подчеркнет красным, если будет два открытых класса. Можно просто написать класс. Можно. Но нельзя написать паблик класс. То есть он подчеркнет красным. А вот процессинг не факт, что подчеркнет, но IDE я имею в виду. Есть второй вариант. Написать слово класс между третьей и четвертой. Ну, грубо говоря, сдвинуть на строчку и сделать здесь. Там можно писать и паблик, и прайват, и статик даже. Можно объявить класс внутри метода. Тоже можно спецификаторы доступа указывать. Что еще? Еще какие вопросы? Имя пакета. Это имя чего? Файл. Папки. Отлично. Да, и так, у нас есть папка, в ней есть файл. Если я говорю, открываем класс Particle, вы лезете в соответствующую фолджу и ищете Particle.java. Элементарно? По-моему, да. За это многие ругают Ява, говорят, что плохое запрограммирование. Можете вики почитать. Но, по-моему, как раз эта структура довольно логичная. Ну и смотрите, мы с вами говорили, что необязательно все свойства переносить в исходный код. И более того, какие-то свойства, наоборот, могут рождаться в ходе разработки. Так случилось и здесь. У нас есть позиция x, позиция y. Они, кстати, тоже вот открытые. Хотя с точки зрения классического УП это, ну, скажем так, не точность, но не суть. Но появилось еще одно свойство. Base position x, base position y. Ну, очевидно, что это за координаты. В которых хранится какая-то базовая позиция. Может быть, начальная позиция частички. Может быть, какой-то центр, вот о котором я говорил. А так, все остальное. Red, green, blue у нас тоже есть. И у нас появилось еще одно свойство. Целочисленное ID. Ну, собственно, если мы вдруг хотим сказать, что именно вот эта частичка сделает что-то, то мы должны как-то среди множества частиц до нее дойти, достучаться. Как там они в массиве лежат? Будут они там пересортированы? Неизвестно. Поэтому по номеру в массиве обращаться довольно опасно. А вот какой-то уникальный идентификатор, хранить ее здесь, вполне можно. И не факт, кстати, что он будет уникальным. Но идентифицировать как-то будет. Это уже в зависимости от вашей логики. Будет ли он уникальным или будет неуникальным. Ну, грубо говоря, то же самое, что имя. Вы же знаете других людей, которых зовут так же, как вас. Это же не мешает никому друг другу идентифицировать. Правильно? То же самое здесь. То есть идентификатор, но вроде как не уникальный. Есть ли вопросы? Да. На хрена в координатах плавающие заплетают. Круто. А вот полметра. Мы можем взять единимую единицу какую-то уже, как минимальную единицу? Неделимую. Конечно. Минимальную неделимую единицу. Можем взять, а можем сказать, что при независимо каком экране, независимо какие размеры картинки конечной, у нас координаты будут от нуля до единицы. И тогда у нас скейл будет довольно прост. А что это упрощает? Я не понял. Масштабирование. Если мы сделали приложение под 500 на 500, а потом вдруг вот такой экран, и там 1200 какие-то страшные цифры, которых я ну никак не предполагал. И тогда скейл будет поудобнее. Но мы это использовать не будем. Ну, поскольку это такие детали. Почему здесь конкретно я взял флот? Потому что дальше методы, которые будут работать с этими переменными, чаще всего будут хотеть флотовые значения. Вот и все. Допустим, с id буду работать только я, и поэтому... Кребли-крабли, бумс. И поэтому, да, интегра, там, не лонг, например, хотя частиц может быть больше, чем 2 миллиона с лишним, да. Но так или иначе. Еще вопросы? Может ли вообще этот класс меняться в ходе, например, программ наших работ? Да, и будет меняться на самом конце. Ну, собственно... Еще. В идеале, конечно, если вы сделали какой-то класс и уже зарелизили свое приложение, то есть кому-то подарили, да, и хотите его поддерживать, то довольно проблематично менять готовые классы, они же уже у человека. Но так как мы делаем вроде как все для себя, то тут у нас как раз и есть маленькая дельта, чтобы использовать открытые свойства и такие хитрости. Нам что, ясно? Понятно? В этом файле что у нас будет лежать? Файл называется particle system.java. Что в нем будет? Система частиц. Круто. Но первая строчка будет такая же, да, потому что он лежит в этом, в этом же fold-g, в этой же папке, правильно? Вторая строчка, очевидно, тоже будет или пустой, или в ней будет сразу объявляться открытый класс, да? И имя класса будет какое? Particle system. Причем с большой буквы P и большой буквы S. В Яве это принципиально. Так, давайте сейчас я поставлю еще примеры работы, в том числе с системами частиц, и пока скинем файлики. Хорошо? Так, значит, кратко, что это такое? Это уже не совсем все системы частиц, но по большей части. Фрагменты этого курса читались мной в политехе. Не знаю, может быть, эта традиция продолжится. И это работы студентов второго курса. И только в конце будет парочка работ, ну, как туториалов моих. У тебя флешка есть? Народ, а у кого-нибудь флешка есть? Будет долго копироваться там по 6 метров. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле тут ряд заданий, которые делали ребята. Вот, например, задание «Музыкальный инструмент», где вот эта волна там звук марсианский издает и высчитывает цвет пикселя, и в зависимости от этого дает тот или иной тон. Ну и так далее. Система частиц более интересная, и та, которая как раз похожа на то, что мы сейчас с вами будем получать, это... Собственно, они, но это правда в плюсах, но у нас будет практически такая же история. Тут по количеству и по скорости работы они похожи. А это как раз Ява процессинг. Ну, вы можете увидеть по чудесному названию. И также они... А, это... Да, это тоже плюсы. В зависимости от положения мышки, они или разбегаются, или собираются. Какой размер данный? Вот этой? Вес файла. Вес файла? Ой, слушайте. Я вам не скажу, потому что я не помню. Какое? Там, как же, жау. Там, как же, жау. Нет, то, что сейчас вот последнее было с Алиной Орловой, это был плюсы, это был Синдер, эта библиотека для арт-кодинга под Сю плюс плюс. Так, сейчас мы качнем что-нибудь тестовое. Particle, Particle, свойства пошли сюда, это мы сказали. Так, сейчас, 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 где у нас проект? Сейчас я просто хочу запустить на скачку проекта, коли мы в такой ситуации. Хорошо. Если мы с частичкой разобрались и все понятно, то, собственно, переходим к файлу Particle System и классу Particle System. Мы с вами договорились, что у нас основным свойством Particle System будет наши частички. и так оно и есть. Я вас не обманул. Называются они P-Objects и их 100 штук. Саму цифру 100 можно вынести в какое-то отдельное свойство. Может быть, там в дальнейшем, похоже, оно и будет вынесено. В данном случае оно вбито вот по умолчанию, скажем так. Квадратные скобки, как я и говорил, это что-то связанное с массивом, и в Яве массивы создаются также через ключевое слово new. То есть массив тоже в Яве объект. Еще одно свойство, которое у нас есть, это свойство PAObs, которое хочет связаться с классом P-Op-Let. О нем мы поговорим чуть позже. Пока давайте посмотрим вот на что. В этой строчке кода мы что сделали? Только что я сказал. Создали массив частиц из 100 элементов. Но сами частицы мы здесь не создаем. То есть мы создаем как бы место под них, резервируем. Само создание каждой частицы нам предстоит сделать. И в идеале, ну, то есть не то, что в идеале, мы их будем создавать в тот момент, когда будем создавать нашу систему частиц, именно когда будем создавать объект этой системы. И момент, когда это происходит, может быть пойман нами прямо внутри этого класса. Если мы создадим метод с таким же именем, он сработает тогда, когда будет создан первый объект, ну, первый, второй, третий, любой объект системы, если мы не придумаем что-нибудь еще. И мы попадаем с вами в чудесную возможность создать каждую частицу вручную и засунуть в этот объект. 100 частиц создать вручную сложно? Ну, мы договорились, что их будет 100. Можно одну создать и не мучиться. Но будет такая... Не сложно. Если делать это разумно, да, если делать это в цикле. Если мы говорим о том, что эти частички у нас должны как-то быть расположены по х и по у, то лучше делать циклом внутри цикла и как-то их размещать по координате х и по координате у. Но для дальнейшего упрощения сам массив частиц мы все-таки оставим одномерный. То есть у нас частички будут храниться там одна за другой. То есть мы не будем фантазировать на тему никаких там таблиц или двухмерных массивов. Это нам потом... Эта аналогия и этот вид работы с массивом частиц нам пригодится при работе с картинками. Там, несмотря на то, что есть те же x и y, также удобнее работать в одномерном массиве. Итак, по одной оси 10, по другой оси 10. 10 умножить на 10 сколько? 100. Ровно 100 нам и нужно. Здорово? Сложно? Нормально. Да, мы начинаем с нуля меньше 10. Шаг 1. Все в порядке. Собственно, создание частицы. Мы так и говорим. Дай нам новую частицу. То есть new и имя класса, объекта которого мы хотим получить. Я думаю, к этому никаких вопросов нет. Почему круглые скобки? Ну, потому что это тоже, наверное, вызов какого-то метода. Да, какого метода? А вот как раз вот этого, который как бы чудом запускается первый при создании объекта любого класса. Ну, в данном случае будет вызван метод particle, хотя мы его там явно не объявляли. Ну, бог с ним. Как только у нас создан объект, мы можем работать с его открытыми свойствами. И в этом нам опять-таки помогает NetBeans. Как только мы пишем ссылку, ведущую на объект, и ставим точку, он нам дает подсказки. Даже тех свойств, которые мы сами только что объявили. В этом опять-таки отличие от процессинга. Гораздо проще. И он сразу говорит, какого типа данных, и, собственно, что с этим можно делать. Ну, если вы внимательно посмотрите на вот этот ряд присвоений значений и свойствам, то вы можете догадаться, что у нас, ну, как минимум, частичка будет какого цвета? Red 200, Green 200, Blue 200. Вот сейчас легко угадаем, как это в таблице RGB будет жить. Ну, в таблице RGB одинаковые цвета. Ну, это будет градация от белого до черного, да? Если у нас конец 255, ну, собственно, один, а другой 0, то она будет какая-то светло-серая. Ну, все. Вот только на этом уровне работаем. Ну, собственно, как еще можно точнее сказать? Что еще? Координаты. Здесь мы выстраиваем банальную решетку с определенным шагом, 45 условных пикселей, скажем так. Вопрос с номером частички в массиве, индексом. Если у нас одномерный массив, то как будут связаны, ну, в данном случае, из G или X с Y? Если мы идем по рядам, мы должны умножить на количество рядов и прибавить текущее положение. И это будет номер элементов массива. Сообразили ли картинку показать? Картинки классные. Действительно классно. Ча, все есть. Только чуть в стороне, но сейчас покажу. Мы все равно так или иначе ее или посмотрим, или у нас она останется на потом. Смотрите, что это? Классная картинка. Соответственно, массив. Нам по X и по Y у нас элементы. В виде квадратов. Если мы пронумеруем элемент вот так, как здесь, 0, 1, 2, 3, 4, 5, потом будет у нас 6, 7, 8, 9, 10, тра-ля-ля. И тогда мы с вами можем их вытянуть в одну чудесную линию, и это будет одномерный массив. Круто, да? Ровно так работает процессинг с картинками. Да, вот если взять отсюда 6 на 4 пикселя, вон из того чудесного пива, то у нас получается вот такая штуковина. Да? Так, еще вопросы. Как он процессинг, как работает с картинками? Ну, у него есть класс P-имидж, который так работает с... Внутри пикселя представлены в виде одного массива. Да, 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 абсолютно. А размерность уже отстоял в каком-то отдельном свойстве в начале, да? В общем, сейчас, секунду. В нашем случае мы ровно так же, как и процессинг работает с картинками, будем хранить частицы в массиве. Количество частиц мы задаем сами в начале. А уж если мы говорим про картинки, или мы ее создаем где-то сами, и при создании мы должны указать ее размеры, или мы из какого-нибудь стрима ее получаем, тоже очень какой-то буфер надо указать. Или мы открываем с файла, но так или иначе там есть указания. Да, а здесь мы железобетонные их пока вбиваем. Так вот смотри, вот мы вбили уже все. Да, ужас, да, кошмар. Да, я слушаю. Так нет, вот и дальше, и дальше просто как-то... Ну и дальше... Я действительно серьезно без шуток говорю, мне кажется, что людям понятно, что происходит. Ну так вот мы сейчас идем дальше. Я как раз объяснил, показал картинку, идем дальше. Да, если есть вопросы, я готов их выслушать. Я просто сейчас хочу запустить какой-нибудь код какой-нибудь, чтобы работало уже что-то. Прежде чем все-таки идти дальше... Ну, собственно, да, мы идем дальше уже в следующую строчку, в 26-ю. И если вы вдруг не врубаетесь, как работает все-таки эта раскладка на элементы, и вы хотите себя проверить, а вдруг вы ошиблись, что делать? Тогда вы можете кликнуть по номеру строки в процессинге, она красится красным цветом, и вы можете запустить программу в режиме отладки. Программа дойдет до этой строчки и остановится. И все значения, свойств объектов вы можете посмотреть, и визуально увидеть, как у вас чувствуют себя ваши частицы. Именно это удобнее делать не в процессинге, а в нетбинсе. Собственно, здесь это будет выглядеть так. Вот эта строчка окрасилась зеленым, то есть мы до нее дошли и остановились, и в окошке variables... В окошке variables... Бесполезно. В окошке variables у нас можно, кликая, выбрать нужное свойство и посмотреть значение всех свойств ваших объектов. Более того, можно их поменять. То есть, если вы что-то хотите потесить, вы можете их поменять и, собственно, работать с ними. Да, что-то опять он не хочет работать. Так, я надеюсь, у нас что-то скачалось. Нет? Ну, он как-то вылетает, да. Если вы придумаете какие-нибудь вопросы, вы можете их задать, чтобы... чтобы скрасить время ожидания, но не обязательно. Расскажите про фишки процессинга. Фишки? Да, что он умеет делать? Какие-нибудь вещи, не знаю, что-нибудь красивое. А то, что я показывал картинки, вас не вдохновило в видяшке? Ну, допустим. Вот это умеет делать процессинг. Так, 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 так. В принципе, фишки процессинга, как вы выразились, или его положительные стороны, можно... Сейчас, если он запустится. Аллилуйя, он запустился. Решетка. Фишки процессинга, в общем-то, я вижу только в том, что все библиотеки, которые для него есть, они друг с другом идеально сочетаются. Все. Больше фишек нет. Вот это идеальное сочетание, оно позволяет из нескольких библиотек создавать довольно просто то, что вам хочется. Если вы отдельно взяли библиотеку для Ява под Кинект и отдельно взяли библиотеку для Ява для, не знаю, компьютерного зрения, вам довольно сложно будет разбираться с разными типами, допустим, тоже картинки. У одного это будет тип данных один, у другого это будет тип данных другой, а вы еще хотите отрисовать это все в Java, FX, там вообще тип данных третий в другом трейде работает и так далее, и так далее. И наладить взаимодействие это просто тяжело. Процессинге все, в общем-то, заточено по то, чтобы вот один раз сели, если что-то нашли, то сделали. И все. Не нашли, или написали сами библиотеку, или, ну, просите кого-то написать. Вот это основная фишка процессинга, то, что я вижу. Итак, смотрите, наши частички отрисовались, они на самом деле не отрисовались, а продолжают отрисовываться постоянно. Но так как их позиция не меняется, поэтому кажется, что они замерли. Но вот если посмотреть на экране, то можно сказать, что шарики что-то неровные. Здесь-то вам будет казаться, что все нормально с этим разрешением, с проектором, но шарики действительно будут довольно грубые. Это потому, что они, несмотря на включенное сглаживание, они друг на друга там отрисовываются. Да. Но мы еще отрисовываем вот эти вот серые центры внутри, отрисовываем для наглядности, для дальнейших примеров. Окей. Вот этот проект, который мы запускаем. Собственно, как у нас выглядит... А это мы можем приблизить сейчас. А это мы можем приблизить. А, это фишка NetBeans. Можно приблизить все, да, так красиво. В сетапе мы создаем объект класса Particle System, и, собственно, каждый раз, когда вызывается метод draw, мы вызываем метод update, то есть обновляем систему частиц, меняем координаты x, y, как-то, и дальше их отрисовываем. Вопрос вот в этой штуковине, наверное, единственный. Что с английского означает слово this? Круто. А в рамках контекста вот этого класса этот, это что? Как вы думаете? Чисто интуитивно. Этот класс или объект этого класса, то есть текущий объект. И у нас есть два варианта. Или этот объект будет класса Main в чистом виде, или этот объект будет, ну, грубо говоря, класса P-Aplet. Все. Ну, там дальше же мы не знаем цепочку наследования, или там расширения, и так далее. Но вариантов два. И, как мы с вами уже видели, Particle System ожидает, мы сами это запрограммировали, что наш Particle System ожидает при создании объекта, что ей дадут ссылочку на P-Aplet. Мы ждем этого зачем-то. Зачем? Пока тайна. Но нам это будет нужно. И как только эта ссылочка прилетела на объект, то есть на наше окно, мы договорились, что вот это вот P-Aplet, то, что Processing нам дает базовую библиотеку, это будет отвечать за окошко. Правильно? Ну, если мы же хотим где-то отрисовывать частицы на окошке, значит, мы, наверное, будем как-то это использовать для отрисовки. Как только мы получили эту ссылку, мы связываем с этим свойством в 12-й строчке. Собственно, все, наверное, здесь. Можно опуститься дальше, посмотреть, что у нас есть в методе draw. Давайте вначале все-таки с метода update начнем, потому что, во-первых, он там вызывается первый, вначале мы делаем апдейт, а потом отрисовку. Правильно? Частички стоят, не двигаются. Значит, каждый раз при вызове апдейта им дается или одно и то же значение, или вообще один раз оно удалось и больше не присваивается. В данном случае мы идем по нормальному пути для движущихся объектов. То есть мы каждый раз пытаемся дать значение. Но для первого теста, для пробы пера, мы даем одно и то же значение. То есть что мы делаем? Мы бежим по всем частичкам. Есть такая конструкция в Яве, которая позволяет без дополнительных переменных пробежаться по готовому массиву элементов или по готовой структуре. То есть что здесь происходит? Мы создаем временную ссылку на объект и эту ссылку связываем с каждой нашей частичкой по очереди. Понятно? Или есть вопросы? Что такое по экспозиции? Вот здесь, да, в смысле? Лучше поверим. Ну вот это, сейчас мы до этого дойдем. Я просто про цикл forIn. Если цикл forIn понятен, давайте тогда перейдем сюда. Как раз здесь. У нас в классе частичек, в классе particle, у нас, собственно, объявлено свойство positionX. Сейчас приближу. Объявлено positionX и basePosition. BasePosition мы указали когда? Где-то наверху, да, когда только создавали particle. Когда мы только заполняли пустой массив particle, мы сказали, что basePosition у нас будет по этой решетке. Мы его заполнили, но мы здесь не заполняли свойства, ну, текущей позиции, скажем так. И как раз текущую позицию мы берем и заполняем в апдейте. Это его задача. Работать с текущей позицией частичка. Какой смысл вы разделяете? Большой, дальше видите. Ну, они будут у нас разные. Ну, собственно, по-разному меняться. BasePosition используется один раз для первой адресов. Пока он даже и для этого особо не используется. Ну, вот в данном случае. То есть он, да, мы в нем храним какую-то базовую позицию, а дальше мы, ну, для первого примера, берем у каждой частички ее базовую позицию и засовываем в текущее свойство positionX, positionY. Соответственно, basePosition это стартовая позиция, а position просто... Это текущее, да, 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 абсолютно верно. Но, может быть, в дальнейшем базовая позиция тоже будет меняться. В зависимости от нашей фантазии. Может, если в конце нужно вернуться в исходное? Да, например, так. Но, опять-таки, если успеем как раз до самого интересного, то увидим, что все это еще интереснее, чем просто вот так, как здесь. Сейчас это совсем просто, и если те, кто знает, то довольно скучно. Что я здесь хочу до вас донести? Что каждая частичка, в общем-то, общается сама с собой в данном случае. То есть у нас одна и та же частичка берет одно значение своего свойства и засовывает в другое значение своего... в другое свойство. Это же значение. Круто. Ну, а дальше идет работа как раз со ссылкой на PAPLED. Что это такое, давайте вспоминать. Это вот с этой ссылкой, которая прилетела сюда, прилетела сюда, и вот она здесь, и вот она доступна. И мы можем вызвать все методы, которые у нас есть в процессинге. Собственно, для работы с цветом у процессинга самые базовые функции. Есть функция fill. Опять-таки, можно вызвать подсказки, посмотреть, какие аргументы она принимает. Но в нашем случае, как вы видите, она принимает RGB. RGB и, может быть, может быть, альфу. Нет, просто RGB. Ну, там перегружена она несколько раз. Дальше у нас идет отрисовка эллипса. И уже здесь нам нужно вот эти вот свойства position X и position Y к самой частице. Размеры этого эллипса мы пока для простоты вбиваем железобетонно, хотя их можно вынести опять-таки в свойства частицы и менять их. Ну, и вообще-то говоря, само слово ellipse или rectangle или какой-нибудь shape другой можно тоже вынести в свойства частицы и дергать, ну, в зависимости от того, что в частице есть. Ну, и вторая отрисовка, мы задаемся другим цветом и рисуем эллипс один на один пиксель. Это центр нашего шарика. Порядок отрисовки здесь зависит. То есть вначале мы отрисовали большой эллипс, потом на него сверху отрисовали точку. Если бы вначале отрисовали точку, потом непрозрачный эллипс, он бы ее перекрыл. Я понимаю, что сходу, особенно если вы вообще не знакомы с элементами программирования, то довольно тяжело. Но именно поэтому все эти проекты доступны. Именно как проекты. Вот вы сейчас видели, что я его просто скачал, разархивировал и открыл. И он заработал. Да, в настроенной системе. Причем, ну, правда, я его тоже делал на маке. Но в чем прелесть Явы, уже не только процессинга, а сколько Явы, что вы сделали это на маке, открылось это автоматически в виндах, и открылось это в Linux без всяких проблем. В этом, конечно, огромный плюс, потому что там на C++ это сложнее, на Quartz Composer это нереально вообще и так далее. Если есть вопросы, давайте. Если нет, идем дальше. Ну что, идем дальше? Да. Так, анимация. Так, это мы объясняем. Это мы уже с вами успели обсудить. Решетку такую видели. Практически такая же. Че? Че? Ну, может быть, да, наверное. Не знаю. Но самое сложное уже позади. Это радует. Хотя я немножко лукавлю, дальше будет сложнее. Смотрите, что я предлагаю сделать. Так, сейчас надо копернуть проект. Че? Че? Так, ну пока все копируется. Если было все понятно в первой части, то давайте разберем задачку. Та же самая Particle System, с которой было все понятно и замечательно. Тот же метод Update с базовой позицией. Но посмотрите, как он изменился. Что здесь добавилось? Во-первых, здесь добавилось два свойства, которые находятся не в самом методе, а именно принадлежат классу Particle System. Их значения по умолчанию для более явного, что ли, вида. У свойства Counter 0, у свойства Counter Delta 0,5. Изменение позиций X, Y чуть-чуть изменилось. А именно к базовой позиции прибавляется значение Counter в одном и другом случае. И Counter увеличивается на свою дельту. Как себя будет вести картинка? Двигаться все по всему. Хаотично? Ну, понятно, что по заданному. Вопрос, как будет двигаться? Поняли ли вы, как это таки задано? Верхний правок. Запустите посмотреть, правильно. Это первое правило арт-кодера. Запустите посмотреть. Главное, ну, запустите, если нет красных подчеркиваний. Если есть красные подчеркивания, тогда надо погуглить, а потом только запустите, посмотреть. Ну, а если чуть-чуть пофантазировать, у нас будет увеличение каждый раз от позиции центра и влево, и вправо. Ну, надо еще, наверное, спросить, а как система координат в процессинге работает. Было бы здорово. Вот так у нас х, а вниз у нас y от вот этого угла. Соответственно, положительный y вниз и положительный x вправо. Да. Куда будет лететь система? Вся вместе или как-то структура ее при этом будет меняться? Судя по всему нет. Еще какие есть предложения? Нет, вариантов может быть очень много на самом деле. Сейчас мы все это откроем. На самом деле она действительно будет лететь туда, но она будет лететь красиво. Вот я открыл ровно тот код, чтобы вас… А, нет, не тот, не тот, не тот, не тот. А где же тот? Тогда будете верить мне на слово, что она будет лететь красиво и вниз. Сейчас… Да, тут он будет… Да, тот код, наверное, у меня на моем компе. Хорошо. Ну, значит, верьте. Ничего мне остается делать, как мне верить. Вся наша система частиц будет лететь, оставляя плавный след правый нижний угол под углом 45 градусов. Этот полет будет красивый, но единоразовый. То есть она вот туда улетит и на самом деле будет апдейт постоянно работать, да, будет постоянно увеличиваться координаты частиц. Они никуда не пропадут там из оперативки и так далее. Но на экране будет черный квадрат. Это как раз будет явная демонстрация, что апдейт и дро – это два разных метода. Там мы можем что-то работать, но отрисовывать совсем или ничего, или непонятно что. Давайте посмотрим как раз вот на этот код. Каунтер и каунтер дельта у нас почти такие же, только здесь вот значения меньше на порядок. Не 0,5, а 0,05. И смотрите, что у нас есть здесь. Если каунтер больше какого-то страшного числа, что это за страшное число? 2 звездочка math.p. Что это такое? Хорошо, то есть положить даже. Прекрасно, прекрасно. Примерно как 10 на 10. Примерно, примерно. Короче говоря, если у нас наш каунтер дойдет до, если в градусах 360, то он опять скинется в ноль. И начнет свой цикл приращения заново. Потому что у нас наша дельта все равно к нему прибавляется. Как же мы это будем использовать? Нет, это было бы совсем просто. Смотрите-ка, у нас есть синус и косинус. Да, и косинус. И внутри, то есть аргументами этих функций, у нас и есть наш каунтер, который до 360 градусов, опять ноль, опять до 360 градусов, опять ноль. который постоянно вот так вот крутится и вертится. Какое значение будет выдавать эта функция? Какие у нас есть минимальные значения синуса и максимальные значения синуса? Единица и квальция. Ноль единица. А у косинуса? Ноль единица. Но если мы возьмем одно и то же значение и засунем его в синус и в косинус, то они будут гармонично сочетаться. Именно есть такое чудесное слово. Но ноль единица, если мы это в пиксели переведем, это довольно мало. Но один пиксель, что мы там увидим? Поэтому есть смысл умножить это на 10, например. Почему на 10? От балды. Можно на 20. Увидим больше. Можно на 100. А вот если умножить на 2000, то, наверное, это улетит за картинку. Поэтому тут нужно как-то держать себя в руках. И вот уже это значение, которое будет уже как изменяться? Не от нуля до единицы, а от нуля до десяти. Вот это значение мы будем прибавлять к базовой точке. Каждый раз. для х и значение с косинусом для у. Да? Кому не нравится, можно поменять местами. Красота от этого останется на том же уровне красоты. А вы мне скажите, как это выглядит. Надо запустить и посмотреть. Хотя кто-то может и предугадать. вот так они двигаются. Вот этот размер как раз у нас соответствует нашим всем параметрам. и движение соответственно тоже. Сейчас, секунду. Точка у нас вот эта базовая координата. То есть мы в ней вообще никогда не попадаем. Но мы ее берем в расчет. Поэтому я как раз оставил точкой, чтобы было видно, что это есть. Да, вопрос. Очень интересно. Скорость этой всей этой вещи. То есть как часто развивается метод дроп? И как привязывать это все, не знаю, к таймингу и еще к чему-то? А если бы побыстрее? Или наоборот, если вы хотели что-то на метро? Да, да. Ну, то есть вот в этом смысле. Ну, смотрите. В данном случае, если мы возьмем, скажем, чтобы она летала быстрее, да, вот так в тупую возьмем, каунтер увеличим. Количество FPS. Смотрите. Ну, конечно, зависит от компьютера. Ну, безусловно. В конечном итоге зависит от железа. Да. Значит, смотрите, что там есть у процессинга. У процессинга есть... Это тоже, ну, может быть его плюшка, может быть не плюшка. Но, в общем-то, когда вы задаете размеры изображения, то есть окошко создаете, третьим параметром вы можете указать рендер. Собственно, каким же рендером пользоваться процессингу для отрисовки картинки. Если у вас есть хорошая видеокарта там с OpenGL, ну, сейчас на самом деле все видеокарты с OpenGL, ну, так или иначе. Вы можете поставить OpenGL рендер. Тогда он будет, ну, собственно, побыстрее. И вы можете использовать всякие обертки Ява-вские над OpenGL, и на самом деле работать в OpenGL. Ну, вот так, через процессинг. Такое тоже возможно. По умолчанию у процессинга предыдущей версии был рендер Ява 2D. Это то, что придумал сам микросистем, как только придумали четвертую версию Ява. Было у них еще, да, 1.4, которая была. Там они Swing придумали и Ява 2D. И... Не, включен в стандартную комплектацию. Ну, и там еще есть всякие процессинговые рендеры. И, по-моему, есть рендер для Android, если я не ошибаюсь. В зависимости от этого есть там количество FPS. Вы можете формально его выставить вручную, но вы можете выставить его реально большим, и ваша система его просто не поднимет, и поэтому он все равно будет разгонять так, как может. Это можно считать. Ну, естественно, как всегда это во всех игрушках и делают. Еще вопросы? Нет, просто это важный вопрос. Потому что там же с музыкой вы показывали демки, где от звука какого-то зависело. Вот очень интересно, как звук же я не могу скорее замедлять, это будет уже не то. И, как бы, вот интересно, как бы вырисовать красивую демку, которая была бы с музыкой одновременно? Да, с музыкой, безусловно, с музыкой это все круто, замечательно. Ну, в общем, это не тема у нас нынешняя. Если, в принципе, будет интересно, можно и с музыкой поработать. У нас были такие опыты, ну, по демкам вы видели. Сейчас давайте продолжим. У нас еще время немножко есть. Вот это движение, которое мы сейчас видели по кругу частичек, оно, конечно, может и красивое, но предположим, что оно вас не устраивает. Вы еще хотите что-то. Тем более у нас там было запланировано, что от мышки эти частички как бы будут бежать за этой мышкой, да? И возникает резонный вопрос, что делать дальше? Также все это засовывать в particle system? Также дописывать какие-то функции, которые изменяют координаты в particle system или нет? Если в particle system, тогда он у нас разрастется и будет реально большой. Ввиду чего есть предложение разбить все наши движения, частиц, на вот такие виды движений. Например, движения по кругу, которые мы сейчас делали, вынести в отдельную сущность, которая будет заниматься тем, что вы только что видели. Если мы хотим потом к этому добавить еще какое-то движение или изменение цвета, то есть еще какую-то анимашку, то для этого напишем свой аниматор. Если мы хотим добавить работу со звуком, то напишем аниматор для работы со звуком. Он будет в отдельный и он будет подключаться в нашу particle system. В этом плане у нас, несмотря на то, что мы не хотим деплоить это приложение, а хотим для себя его оставить, все равно будет возможность лучшей модификации использования готового кода. Тогда, если предположить, что у нас есть некий, ну, на самом деле массив, но... Чуть дальше я расскажу про эту конструкцию. Пока воспринимаем вот это свойство, object, от слова animator object, как смышленый массив. Сейчас разберемся с ним. И при вызове метода update мы не будем напрямую менять координаты частиц, а будем запускать аниматоры, которые будут принимать наши частички. Ну и на всякий случай будем передавать процессинговую библиотеку, если вдруг аниматор захочет с ней работать. И все. Тогда у нас будет массив частиц и массив аниматоров. Сообразили? А это принципиально, что это error list? Или это могут быть error? Ой, все что угодно. Просто так проще. Проще будет дальше. Во-первых, мы не знаем количество аниматоров заранее, поэтому нам нужен не просто массив, где мы должны обязаны указать его количество, а в идеале нам нужен некий резиновый массив. Мы можем это сделать вручную. То есть копировать каждый раз на единицу, увеличивать размер и так далее, и так далее. Но в Java есть куча всяких готовых коллекций, в том числе коллекция error list. Вот эти страшные квадратные, даже не квадратные, а теги, вот эти скобочки. Во-первых, они у нас больше никогда не появятся. А во-вторых, они просто указывают на то, что в этом смышленом массиве будут лежать объекты класса аниматор. Вот и все. К этой части есть вопросы? Остались вопросы к классу вообще, где они написаны, эти аниматоры, и как они могут быть написаны. Что я имею в виду? Смотрите. Только что мы с вами говорили, что у нас частица обладает свойствами, и другая частица обладает свойствами. Все они объекты класса Particle. Набор свойств одинаковый у одной частицы и у другой. Разные только значения, правильно? А здесь у нас один аниматор занимается одним действием по одному какому-то написанному в нем алгоритму. А второй аниматор занимается абсолютно другим действием. Как они могут быть в одном классе написаны? Понимаете, о чем я? То есть нам нужно или придумать некую конструкцию с наследованием, как класс main extendился от какого-то класса и наследовать, или хотя бы сказать каким-то чудом, что пускай будет класс аниматор, в котором стопудово должен быть метод вот этот. что он делает и как он делает, неважно. Но он должен быть там без вариантов. Собственно, мы описываем его деятельность. И в Яве есть такая возможность. Насколько я понимаю, это деятельность сквозит к изменению свойств. Да, к изменению, опять-таки, так как это все, вся анимация, это у нас метод update, то это изменение в конечном итоге x, y. Ну и может быть цвета. Ну да, изменение свойств. Размеров. Размеров. Да, 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 свойств. Да, 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 я вас понимаю, давайте мы это оставим дискуссию на уже кулуарную пивную беседу, потому что, ну иначе мы тут будем вдвоем разговаривать. Итак, мы создаем еще одну конструкцию под названием интерфейс. Создается она так же, как и класс. Это обычный текстовый файл. Называется он так же, как и, собственно, название интерфейса или класса. Только в отличие от класса мы просто пишем название метода. Мы его не расписываем, мы его не реализуем. Как мы это используем? А мы это используем... Так, сейчас я открою получше. Ну вот, собственно, наш аниматор. Вот он лежит в простом файле аниматор Java. Никаких чудес. И наш класс, который реализует этот аниматор, он, собственно, обязан расписать метод updatePaticle. Все. Больше обязанностей у него нет никаких. Как он это распишет? Его дело. Ну, в данном случае мы просто копируем все из предыдущего файла сюда. А именно копируем свойства и копируем состав метода update. Просто copy-paste из предыдущего примера. Поэтому, если мы это все дело запустим... А, еще, может быть, инициализацию, да, просили сказать? Инициализация, да, где-то мы должны создать его объект. А там один, да, будет? Для начала мы, ну, идем вот таким путем, что у нас он пока один. Второй мы тоже так же грубо будем в конструкторе запихивать. А вот третий, ну, я думаю, уже там посмотрите, мы будем закидывать через... Через метод. Просто add animator и все. И он будет туда закидывать из мейна тогда, когда надо. Ну, например, при нажатии на кнопку можно будет дописать animator в particle system. Да, но это объектная модель. Мы можем ее за тупом построить. Не обязательно так. Так не обязательно. Не обязательно. Я не говорю, что это единственный возможный и идеальный код. Соответственно, создаем animator и закидываем его в массив аниматоров. Все. Причем вот эту функцию, точнее, эти две строчки кода можно повесить, не знаю, на клик-мышки, на басы, например, которые есть там, не знаю, на музыку, на любое движение. То есть это как раз такая динамика, которая позволяет, ну, собственно, в нужный момент подгружать нужный, как бы, кусок кода и запускать его в работу. Если мы это запустим, у нас будет ровно та же картинка. Круто. Следующий пример кода, на который у нас осталось минут 20, не больше. Будет делать вот так. Какое мы движение добавляем? Срыв, разлет. Срыв, разлет. Нет, двигаем к позиции 2,40-мышки и возвращаем на исход. Ну, причем еще с разной скоростью тут. Иногда это происходит быстро, иногда происходит медленно. Иногда они практически сразу, он отображается, иногда так. В общем, да. Теперь нам нужно решить обычную задачу из векторной алгебры, которую проходили в каком-то пятом классе. У нас есть ноль системы координат, у нас есть курсор мышки и у нас есть базовая точка каждой из частички. Нам нужно эту базовую точку плавно переместить вот в эту позицию. Не обязательно с векторами работать. В общем-то, это у нас треугольник получается. Да, если мы решим эту задачку для одной частички, можно ее торжественно клонировать на все остальные в цикле. Правильно? Ну, по большому счету, как раз вот с этой задачей процессинг тоже справляется с помощью стандартного класса P-вектор, в котором есть сложение, вычитание векторов. Если мы из вот этого длинного вектора до курсора вычтем, например, вектор до вот этого, до этого объекта, до этой частички, мы как раз получим нужный нам. Но вопрос в том, что мы должны не сразу ее переместить сюда, а ну как-то за несколько каких-то шагов. То есть у нас должен быть опять-таки некий каунтер, как и здесь, который будет отсчитывать или количество шагов, или какую-то дельту для того, чтобы смещать ее координату вдоль по найденному вектору. Как мы будем смещать координату вдоль по найденному вектору? Допустим, мы посчитали вектор, и при следующем фрейме нам нужно частичку отрисовать вот здесь. Взять седьдесятых от разницы координат. Взять седьдесятых от разницы координат. Кто-нибудь еще сосчитал? Я вот не уверен в правильности. Вот если разница отношения, по сути, да, можно как разницу координат сокращать. Особенно если мы хотим делать постепенно, при каждом следующем обновлении, как мы сокращаем, сокращаем, у нас разница стремится постоянно к нулю. Ну, когда-то она там, соответственно, становится нулю при округлении до целых чисел. Хорошо. Если в векторной истории, то как это сделано в нашем примере? Мы знаем вектор b в конечном итоге, и делаем это за одну строчку и математики, и строчки кода. Дальше при умножении его на шаг, шаг у нас маленький, ноль целых, мы каждый раз знаем вот этот вектор, потом вот этот вектор. Ну и дальше нам уже нужно не вычесть вектора, а сложить вот этот вот с этим. Базовую точку мы знаем. То есть точка b у нас всегда известна. То есть вектор ob у нас всегда известен. Точка а у нас меняется тогда, когда мышка движется. Конечно, она каждый раз, каждый раз новая. Но каждый раз пересчитываться... Каждый раз у нас будет пересчитываться b. Усекли? Или еще раз? Вообще все понятно. Классно? Вообще не забывается. Собственно, пишем новый аниматор, move to mouse. А шаг разный в разный момент или всегда будет какой-то? Пока одинаковый, дальше можно... Дальше я его вешаю на частицу, на рандомное значение частицы. Particle System у нас немножко поменялось. У нас создается объект второго аниматора. И мало того, что он просто добавляется в объект аниматоров, мы еще делаем с ним одну операцию. Собственно, только что мы с вами решали задачу какую. Мы все частицы сдвигали к курсору мышки. А как только мышка перестает двигаться, что нам нужно сделать? Вернуть их в базовое как раз это положение. А базовое положение нужно где-то хранить. Мы как раз его-то сейчас и двигали. Поэтому мы так или иначе должны его запомнить. Это опять-таки не оптимальный способ. Но здесь вызывается метод, который называется SafeBasePosition. И мы передаем эти объекты. То есть сохраняем первоначальное положение их. Постоянно храним. Но это делается один раз. Но, в общем-то, если этих частиц много, и если мы их копируем абсолютно в тупую, полностью делаем копию, то, конечно, это очень нерационально. Но, по большому счету, можно сделать копию айдишника и именно этого значения. Тогда это все будет очень аккуратненько и красиво. Но, может быть, чуть побольше кода. А вот сам аниматор выглядит побольше, пострашнее. мы его сейчас весь детально разбирать не будем, потому что уже времени нет. Но, в принципе, SafePosition мы уже сказали, что мы принимаем все наши частицы и, грубо говоря, их копируем. Копируем не просто связываем, а именно копируем, чтобы была реальная копия, а не ссылка на один объект, потому что он меняет свойства. Для этого мы тут вынуждены опять делать цикл и создавать реально новый массив с реально новыми объектами, только свойства копировать, потому что свойства примитивы, они действительно копируются в оперативке, а не кидается там ссылка друг на друга. А вот метод update у нас... Здесь, наверное, я остановлю внимание на буквально двух вещах. Вот на этой вещи. Мы как-то должны узнать, двигается мышка или нет. Для этого в процессинге все подготовлено. У нас в процессинге есть свойство pMouseX от слова previous. PreviousMouseXPosition. Если previousMouseX равно просто mouseX, то есть текущий, значит, она не двигается, мышка, по координате X. То же самое мы можем сказать и по координате Y. Таким образом мы отлавливаем, двигается мышь или не двигается. Это в рамках процессинга. Можно использовать классический Явовский вариант, там, onMouseMove какой-нибудь, и в зависимости уже от него там работать. Но чтобы быть ближе к процессингу, только из этих соображений все это делается, ну, в таком ключе. Дальше, как вы сказали, мы используем вектора, используем класс pVector. Сейчас мы вернемся в наш... В классе pVector все сделано в процессинге для работы с векторами. Это только часть методов, которые уже готовы для сложения векторов. Вычитание, деление, умножение, вычисление длин и так далее. Если у кого-то с векторами туго, то у процессинга есть чудесная возможность все это дело разобраться. Тут все детально расписано с примерчиком и со всеми делами, с теоремами и с садами. Если все забыли какие-то теоремы, то все это здесь можно посмотреть. Очень хорошо. Так. Ну и давайте здесь закончим. У нас, соответственно, если движутся, мышка отрабатывает одно движение к курсору мышки. То есть одна секция и фэлса. Если мышка не двигается, то отрабатывает, соответственно, вторая секция. Мы должны пробежаться по каждой частичке и вернуть ее на старое положение. Частичку мы определяем по ее айдишнику. Больше здесь ничего нет. Умножение векторов, вся эта наша с вами работа, вся сводится к, ну, в данном случае, раз, два, три, четыре, пять строчек кода. А правильно я понимаю, что даже если ничего делать не надо, все равно мы одну из веток пройдем? Да. А зачем? Да, я говорю, тут не оптимальная история. Можно ее там... Можно еще одну сделать проверку, да, если у нас координаты совпадают, то типа не считать вектора. Ну, повторюсь, увеличивать все это дело можно и нужно расширять и оптимизировать и так далее. Это как раз... Аниматоры сейчас работают параллельно или по очереди? По очереди, конечно. По очереди, по очереди. Ну, смотрите, сейчас открою. Получить работать одновременно можно? Можно, конечно. Но, представляете, что это будет? Не, можно все. Да, вопрос в том, что получится. Смотрите, вот он по очереди. Вначале один отработал, потом второй. Можно теоретически вот эту штуку засунуть в трет в отдельный. Да, сделать поток и запустить выполнение аниматора. Проблема в чем? Проблема в том, что и один, и следующий аниматор в конечном итоге работают с одной и той же переменной xy. То есть мы должны ставить лог на эти переменные. И, ну, если у вас очень много расчетов до появления этого x, то, конечно, лучше в трет или вообще в OpenCL. Но сама запись будет последовательно. Вначале один записал, потом второй записал. Тут без вариантов. Вы имеете в этот же самый пример, но при котором они вот двигались, соответственно, по нашему веку продолжают еще обращаться на то, как предстояется. Ну, все в ваших руках, потому что у вас как раз они разные, эти аниматоры. Вы можете, играясь с ними, абсолютно здраво, а не то, что вот в одном каком-то коде вычленять, где у вас за это отвечает, где за это, где за это, где за то. Все так просто приобретает смысл, когда можно аниматоры писать, которые работают, а потом как бы искливают, чтобы они работали там вместе. Абсолютно, абсолютно так. Абсолютно так. И, ну, ровно, вот ровно это мы будем делать. Ну, вот как раз дальше. Только я уже смотрю, что у нас времени нет. Но хотя мы уже пришли к самому концу. Да, работа с изображением и с видео. И, собственно, сейчас я опять качну. Качну у нас, ну, часть примеров запустится, часть нет. Поэтому... Ну, вот я на ваших глазах. А можно поставить там не 100 точек, а 10 тысяч? Чисто для интересных. Сам будет. Вот так. Сейчас. 10 тысяч он будет тормозить. Вот. Вот. Это я скажу сразу. Причем 10 тысяч еще будет подтормаживать. А вот 1050 будет... Это не из-за флоутов. Из-за флоутов. Да, ладно. Не-не-не. Не из-за флоутов. Собственно, для работы с цветом пишем еще один аниматор. Назовем его Colorize. Также имплементимся от аниматора. Ну, собственно, эта строчка означает, что мы обязаны написать вот эту строчку. И как-то что-то тут написать. Даже если мы оставим пустую строку, все равно прокатит. Но мы должны это сделать. Что мы здесь делаем и как это работает? По идее мы хотим сделать следующее. Мы хотим, чтобы в каждый момент фрейма отрисовки наша частичка брала цвет из какого-то изображения. Причем из того места, в котором она находится. Центр ее находится. То есть если центр у нее находится в координате 3х3, то в пикселе 3х3 в картинке мы должны взять цвет и засунуть в картинку. Для этого мы что должны сделать? Мы должны каким-то образом загрузить картинку и каким-то образом вытащить цвет из нужного пикселя. Правильно? Дать этот цвет свойствам частички и все это оставить в аниматоре. Все. Больше ничего. Вся работа с изображениями нам дается процессингом. Мы здесь ничего не выдумываем. И давайте посмотрим, как это есть. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Единственное, здесь у нас нет этой картинки, а я ее сюда не воткнул. Ну ладно. Итак. Конечно, все зависит от вас, каким образом вы скажете системе о той картинке, с которой вы хотите работать. Но мне показалось логично поместить указание, то есть путь картинки в main, в самом верху программы. То есть не в particle system вбить, а в самом начале. Поэтому мы для particle system должны создать метод что-то типа set image full path. В идеале можно это дело усовершенствовать и сделать, так как у нас мало времени, я сразу буду забегать вперед. И сделать еще более хитрую штуку. сделать ровно то, к чему мы и стремимся. Прямо в main создавать аниматор тот или иной. И передавать не просто какую-то картинку или какой-то параметр в particle system, а устанавливать новый аниматор. Вот это было бы совсем логичным завершением всей той истории, о которой мы говорим. То есть мы создаем полностью укомплектованный аниматор, передаем его в particle system и дальше он в цикле вызывается и анимирует наши частицы. Но пока у нас, чтобы до этого дойти, мы используем set image. Это в общем-то не столь принципиально, потому что particle system по вызову метода set full path, ну set image full path делает то же самое, что только что мы видели в следующей версии, только уже в main. создает аниматор, закидывает в него картинку и закидывает сам аниматор в массив. А так мы вот эту часть вытаскиваем из самого particle system в самый верхний уровень абстракции, в main. Итак, у нас работает set image и теперь не страшно посмотреть, что же там в этом файле аниматора. От нашего процессинга окошка мы вызываем метод load image, который принимает путь картинки. Таким образом мы грузим картинку. Все? Закончили? Ну, последнее, наверное. А дальше, чтобы из картинки вытащить каждый раз пиксель, мы делаем все то же самое, если картинка не пустая, и вытаскиваем пиксель с помощью метода get. Передаем значение x, y, и он у этого пикселя вытаскивает изображение. И если мы все это дело запускаем, то у нас получается вот такая штука. Если у нас портрет на заднем плане, если у нас... Ну, здесь, правда, уже рандом в размерах частиц, но, тем не менее, визуально, ну, если вы их выстроите визуально в ряд, то так. А если мы двигаем мышкой, то, соответственно, в данном случае мышка как раз где-то здесь находится, в районе глаза. Они все сюда или отсюда устремлены. А можно в живую посмотреть? Да, в живую посмотреть можно, но у нас время закончилось, я думаю, мы сейчас посмотрим в секции «Вопросы», а сейчас я должен сказать большое спасибо, что кто-то пришел и потратил свой вечер вторника на такую необычную тему. Спасибо большое.